27 октября состоялся третий открытый форум прокуратуры Республики Адыгея по вопросам безопасности дорожного движения. В мероприятии помимо гора и прокуроров и руководителей структурных подразделений прокуратуры во главе с прокурором Республики Адыгея Марком Большедворским приняли участие руководители и представители органов исполнительной власти Республики Адыгея, Государственного совета ХАСа Республики, правоохранительных органов, профильных министерств, контролирующих ведомств, органов местного самоуправления, Совета старейшин Республики, Республиканская общественная палата, Ассоциации Совета муниципальных образований Республики Адыгея, Аппарат уполномоченного по правам человека в Республике Адыгея, регионального штаба Общероссийского народного фронта, Майкопского государственного технологического университета и журналистов. Открыл работу форума прокурор Республики Марк Большедворский. В Республике наблюдаются рост числа транспортных средств. Только за прошлый год их количество увеличилось на 10%, и сейчас в регионе зарегистрировано не смешно 185 тысяч различных транспортных средств. За прошлый год и текущие годы в Адыгеи произошло 879 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 183 человека и 1056 получили ранения различной степени тяжести. Не секрет, что причины аварийной откроются в безалаберном отношении некоторых участников дорожного движения к соблюдению установленных законом новых управлений дорожного движения. Это в равной степени относится как к водителям, так и к пешеходам. Росте мобильности населения, увеличение числа перевозок личных транспортных, диспропорция между количеством автомобилей и протяженностью уличной дорожной сети, давно не соответствующих современным реалиям и существующим транспортным потокам, не надлежащим состоянию отдельных участков дорог. Крайне неприятным является факт, остающийся на достаточно высоком уровне так называемой пьяной преступности, когда за рулем транспортного средства сотрудники полиции задерживают лиц, находящихся в состоянии обвинения. Тогда как одной из главных особенностей и гордостью республики является трезвый и здоровый образ жизни. С этой категорией граждан надо работать в усиленном режиме, не только сотрудникам ГИБДД, но и членам муниципальных комиссий, куда, на наш взгляд, целесообразно включить представителей руководства. Для успешного выполнения этой задачи требуется слаженная работа всех заинтересованных служб и ведомств, понимание возможной ответственности. Сегодня предлагаю подробно рассмотреть состояние законности в данной сфере, обозначить острые проблемы на эти пути эффективного решения. Далее слово предоставили председателю госсовета ХАСа Республики Адыгея Владимир Нарушин. Тема, выбранная для сегодняшнего разговора, является, вне всякого сомнения, весьма актуальной и злободелкой. Состояние дел в сфере безопасности дорожного движения в республике вызывает серьезную озабоченность. Безусловно, в первую очередь у наших граждан является с первой приставной внимания органам государственной власти и местного самоуправления, соответствующих правоохранительных структур институтов гражданского общества. С удовлетворением могу ответить, что настоящий третьим форумом прокуратуры Республики Адыгея стал постоянно действующей площадкой для открытой и эффективной дискуссии по важным вопросам всех заинтекционных сторон, что делает нашу совместную деятельность более скоординированной и последовательной. В этой связи хочу сказать, что Государственная Советка Республики Адыгея как законодательный и представительный орган всегда работала, работая с правоохранителями, в том числе с прокуратурой, общественными организациями и движениями республики в режиме постоянного диалога, взаимного уважения и поддержки, ставляя во главу угла законные интересы жителей Республики Адыгея, их безопасность и благотворение. Твердо убежден, что по итогам работы форума будут подготовлены конкретные предложения и рекомендации, направленные на дальнейшую разработку правовых системных мер по профилактике в сфере безопасности дорожного движения в защите законных интересов наших граждан. Присутствующие приняли участие в оживленной дискуссии, высказали свое мнение о сложившейся ситуации в сфере безопасности дорожного движения в Республике и предлагали пути решения болевых вопросов. В ходе обсуждения участники форума пришли к единому мнению о необходимости активизации проведения уполномоченными органами с привлечением широких слоев общественности индивидуальной и коллективной профилактической работы с участниками дорожного движения. На пресс-подходе журналисты озвучили интересующие их вопросы по рассмотренной тематике участникам форума.